Выпускные вечера в школах Новосибирской области и приемные комиссии в региональные вузы, техникумы и колледжи стартовали одновременно. Юлия Федосеева прошла путь абитуриента от получения аттестата до подачи документов в учебное заведение. Экзамены позади, сегодня девятиклассники получают аттестаты. Теперь им предстоит сделать выбор, уйти из школы или остаться, попробовать улучшить табель или пойти другим путем, к профессиональной мечте. Часть выпускников образования продолжат в среднеспециальных учебных заведениях. Статистика показывает, таких сегодня немало. У нас такая ситуация, просто ребенку исполняется 18 лет, как раз когда он пойдет в 11 класс. И у нас лучший вариант это закончить колледж, а потом пойти в армию, потому что мы еще хотим и в армии послужить. А потом у него получается будет льготное поступление в институт. Параллельно в институтах дан старт приемной кампании. Сегодня документы начали принимать в Гердзической академии. Никита Волков в числе первых абитуриентов. Но это уже вторая попытка получить высшее образование. Из НГТУ отчислили в прошлом году после сессии. Не сдал физику. Пока в голове главные корочки, а там посмотрим. Главный диплом? Главный диплом о высшем образовании? Да, я думаю, да. А там посмотрим. Покажут учебу. Может еще и здесь не получится, но в группу. На встречу с вузом сегодня пришли выпускники технического лицея, Гердзической академии. Рассказывают, почему хотят поступить именно сюда. Как ты себе представляешь профессию свою будущую? Ну, как-то она будет хорошая такая. Ты зарабатывать много будешь? Ну да, это естественно, то, что материальная составляющая на первом плане, чтобы там семью содержать, все такое. Ну, зарабатывать будем, ну, средняя зарплата и везде нужная. Говорят, как этих кадастровиков очень мало. Поэтому будем все как одна семья и работать вместе. Основной поток абитуриентов хлынет в вузы, начиная со следующей недели, когда подавать документы начнут 11-классники. Юлия Федосеева, Александр Кабукин, Новости ОТС.